Дождались. Открываются для спортсменов двери нового спорткомплекса на Дальнем Воронке. В списках почетных гостей немало звездных во всех смыслах имен. Легендарный космонавт Алексей Леонов осматривает сформированный в этом районе Щелково спортивный кластер, в котором есть и футбольное поле, и площадка для воркаута, и теннисные корты, и уличные тренажеры. Теперь есть и аллея спорта, где будут увековечены имена почетных гостей. Вот за общее дело крепко взялись два Алексея – Леонов и Валов. Свои каштанчики высаживают знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая, депутат областной думы Владимир Шапкин, глава района Надежда Суровцева, основатель космической династии Александр Волков. А когда собрались резать ленточку, пошел дождь. Говорят, в начале всего нового – это хорошо. Символический ключ от муниципального учреждения городского поселения Щелково – физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для единоборств – вносят в зал Матвей Никулин и Катя Зотова – те же юные спортсмены, которые в 2013 году закладывали капсулу для начала строительства ФОКа. У нас было доброй традицией открывать вот такие прекрасные заведения спорта в нашем районе. Мы идем прямо к упору этой дороги – создание условий для развития спорта. Ребята, очень понравилось, что у них теперь есть возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям в комфортных и качественных условиях. Это тоже немаловажно для первой шоу партнера. Я уверен, что пройдут годы, и из этих группы ребят обязательно будут чемпионами и Европы, и мира, и альбомисты. Я вот так хочу. Мы хотим, мы надеемся, и мы знаем. Удачи вам, дорогие, милые наши спектры. ФОК построен в рамках реализации муниципальной программы городского поселения Щелково. На церемонии вспоминали и благодарили всех, кто начинал и заканчивал эту работу. Спорткомплекс, хоть и ориентирован на единоборство, на самом деле готов принять также и тех, кто занимается баскетболом, мини-футболом, художественной и силовой гимнастикой. Все спортсмены уже успели опробовать возможности ФОКа, а на церемонии открытия показали свое искусство. Долго ждали появления в Щелкове специализированного зала воспитанники отделения дзюдо под руководством Джумбера Абуладзе. Занимались в приспособленных гаражах, в маленьком зале на территории воинской части в Щелкове-7. А вон сколько чемпионов за 20 лет воспитал тренер. Медали считают уже не поштучно, а связками. Команда Щелковского района под дзюдо три года подряд занимает первое место в общекомандном зачете Московской области. Представляете, после того холодного зала, после того, что было, совсем другое ощущение, совсем другой подход. Разделалки, душевые, все удобства для того, чтобы заниматься. Спасибо большое всем, кто для детей сделал такой большой праздник. Трудно быть чемпионом? Ну да, конечно, чемпионам всегда будет тяжело. Надо поддерживать статус, всегда выигрывать везде. О чем говорит наш губернатор Андреевич Воробьев, то, что массовый спорт для нас приоритет номер один. Именно с таких залов и начинается занятие массовым спортом. Отсюда вырастают чемпионы Европы, мира Олимпийских игр. И я уверен, что он будет загружен, востребован. В Московской области 33% жителей занимаются спортом, то есть каждый третий. Щелковский район не исключение, говорит министр спорта. Местная власть эту тенденцию намерена поддерживать и развивать. Все больше и больше деток увлекается в организованный массовый спорт. Для нас это очень важно, когда дети уходят с улиц, когда дети уходят с подъездов. И мы сегодня искренне рады тому, что открылся очередной спортивный объект. Мы планируем каждые 2-3 года открывать новый спортивный объект. Это будет.